Доброго времени суток, друзья! Доброго времени суток! Добро пожаловать в сказку! В сказку под названием Республика Пиза и Дэвилл Крузис версия 7.0. О, сказочная у нас с вами, друзья, сказка. Приказывайте. Которую вообще не описать и не сказать. Приказывайте. Ну ладно, меньше лирики, больше дела. У нас все осаждено, все съедено. Ну и последние наши какие-то попытки что-либо сделать, собственно. У нас два отряда, два стэка против их одних. И честно говоря, я бы очень хотел провести этот бой автобоем. Да, потому что геморрно это будет все это делать. С другой стороны, если что-то пойдет не по плану, но все пошло по плану. В принципе, чистая победа. Победа, действительно такая. 300... Ну, 400 человек потеряется. Это всего лишь половина от войск противника. И в такой битве там приштурмим нормально, я не считаю. Наши пехоты у меня почти не осталось. Мы захватили селение врага. Победа! Просто занимаем. Ясен хрен. Сделать ничего не можем. Ну, это хотя бы тысяча к нам в казну. Так, ну и что мы будем делать дальше там? Дальше, наверное, мы отдадим один отряд пехотке. А вот этими, друзьями, мы пойдем освобождать Генуя. Идот гнета супостата. Ну и здесь уже, наверное, надо нам сыграть ручками. Потому что, может, это печально кончится. Рыцари-феодалы, блин. Это плохо. Это очень плохо, что у них есть рыцари-феодалы. Ну ладно, вступаем в бой. Да-да, в бой. Вступаем в бой. Будем отбиваться от супостата до конца. Мелькнула у меня такая мысль, что можно было бы разграбить собственные города. Такие как Барселона, Перпиньян, Тулуза. Можно вымести оттуда все строения, продать. Я так думаю, что... Может быть, на ноль бы мы и не вышли. Но что-то где-то рядом примерно, наверное, было бы. Где-нибудь рядом что-нибудь примерно. Вполне возможно, и случилось бы. Но, но, но... Они нам сейчас приносят почти 3000 доходов, друзья. Вот эти три города. Это 3000 доходов. Конечно, их можно разграбить. Это нам даст какую-то ежесекундную прибыль. Но в перспективе мы больше потеряем, чем приобретем. К сожалению. Ну, я, в принципе, готов. В тылу врага появился еще один наш командующий. Сейчас он появится. Я, к сожалению, совершенно забыл снять галочку эту тупую. Ну, в принципе, пускай бежит. Не знаю, почему нету картинки у Джиминьяна. Ну, и хрен с ним. Нету и нету. Что ж теперь поделать-то? Ну, не судьба, значит. Картинки быть. Идут фашисты, мать их. Немцы, что ли, заново. Да. Мир предлагать бесполезно. Что маврам, что немцам. Потому что не тяните ничего от нас не потеряли. Наоборот, немцы даже захватили уже два города. Ну, мы уже один, Астима, двери обратно. От этого нам не легче ни капли. А, ну, баллони-то, да, два города. Два города уже захватили. Тяжелая пехота. Мечники. Давайте попробуем чашку провести. Камышек помешает. Ну, союзники, как всегда, это... Ну, я думаю, вы по харизму помните, как работает вся система. Можно сказать, никак не работает. Ну, влетаем мы в отряд шведских мечников. Можно сказать, мы его практически уничтожили. Нам бы теперь еще бы уйти бы отсюда. Ну, командующий, конечно. А нахрена уходовой воевать будем? Мы же герои. Это тоже бесит, почему я с первого раза не слушаю тебя. Ну, да ладно. Готовим вот этот отряд ворваться на вот этих вот парыцарей-феодалов. Ну, разворачивай свою жопу. Ну, и все, и пошла здесь Мочилова. Пошла Мочилова. Союзник хрен не знает, где он так идет. Так, вы, ребятки, давайте-ка вот сюда выбегаете. Будете сейчас стрелков арбатить. Ну, собственно, я не знаю, кто здесь победит. Хвала Господу! Вражеский полководец мертв! Ну, то-то, можно сказать, повезло. Уж могло бы и не повезти таким образом нам. А так, можно сказать, повезло. Убегают у них этот отряд. 33-32 уже вперед вырвались. Так, вы дегенераты, понятно. Идите сюда. Молодцы, да? Стреляют знатно. Может, из-за того, что слишком близко. У них вот какая-то часть стреляет, остальные нет. 33. Блин, игра снова свернулась. Извиняйте, ребят. Игра просто взяла и свернулась. Чисто скоро придется мне в винду переустановить. Алиф. Шикарно. На. Союзники. Да, конечно. Ну да, именно так же надо встать туда. Да. Ну, ребята, ну давайте, подожмите. 20 их осталось. Да цирай, феодал, хрен убьешь. Неужели так сложно понять, как надо? Все, убегают. Давайте их надо сейчас преследовать. Этих давайте кидать сюда. Ну, вроде как, разбежались. Пученьки, да? Бейте. Хорошо. Теперь давай сюда. Давай сперва вот сюда вот. Сразу перестали убегать. Но, может быть, все-таки, вот вы, долбые бочеры, поможет. Враг потерял половину бойцов. Там, ну, помогут, там. Смеешь, что ли? Ну, все, хорош стрелять. Имбецилы чертовы. Конец, союзники на них согрелись, вроде бы как. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Ну, такая вот победа, друзья. Не сказать, что простая. 27% потерял. Но, тем не менее, победа. Пехоты у меня почти нету. Мои копейщики, они все кончились. Их перебили. Всякие швабские мишники. Мать их. Это меня ни грамулечки не удивляет. У них еще даже коницы бегают. На тебе. Сколько? 30? 30 человек. Дорогие бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Ну, и тоже убегаю, бро. Конечно. Вам, хороший. Это победа. Прославит доблестных и отважных воинов господа. Защитили мы Генуя. Хотя бы ее не возьмут в осаду теперь. Это хорошо. Это хорошо. Нет, зря я флот потопил. Сейчас бы мог бы откинуть. Побыстро и перекинуть бы войска. Они получили то, что заслужили. Приказывайте. Так придется пехом идти. Я буду говорить только на языке стали. Что прикажете? Да начнется бой. Отлично. Сегодня мы добудем себе честь, славу, а главное победу. Давай, давай, попробуем. Милорд, удача отвернулась от нас. Да, конечно. Мы должны что-то предпринять, пока враг не закрепил успех. Сейчас предпримем, не сысь. Знаю я, одна хрень такую классную. Называется Чардж. Конится в пехоту. Вот мы ее сейчас и опробуем. Дудка погудели, копию опустили, удар. Вот это называется Чардж. Мы должны закрепить успех. Уже улыбнулся, уже все, уже не песец полный. Уже все хорошо стало, да? Почему мне так подгорает? Ну и все. В 17-х осталось. Сейчас догоним, убьем. Знаем, ищи их не двухручные в задницу втыкаем. И все будет шикарно. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится... Хвала Господу! Вражеский пол... Враги бегут с поля боя! Покажем этим... Восславим Господа! Враг разбит. Это велик... Да, 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 я это все слышал. Ты великая, великая. Это совсем великая. Отлично. Враг разбит. Мы одержали победу. Даже... Сокровища вражеского генерала. Исчезновение вражеского генерала посеял ужас в рядах охранников, отвечающих за сохранность казны. После известия о поражении они пустились на утек, дабы избежать плена или смерти. А в казне, кажется, не менее двух тысяч пизантов. Чтобы деньги появились в казне, отведите этого генерала в свою столицу. Вперед! Вообще не проблема. Выступаем! А это здесь она вот появилась. Прикольно. Две тысячи на дороге не валяются. Хотя она... Укажите врага! Честно говоря, до фонаря. Что-то у нас валяется, а еще не валяется. Да. Хорошее место для лагеря. Наш спор разрешит только сталь мечей. Далее, далее. Нас здесь штурмует генерал и еще какой-то отряд. Соответственно, одним своим отрядом я... Не с дюжем, не с дюжем. С другой стороны, как они собираются открывать... Штурмовать замок, мне тоже непонятно. Два конных отряда. Ну ладно, взял им финт ушами. И будем сейчас его пытаться убить. Кого мне уничтожить? Между прочим, 78%. Петер Дерроте. Ну сейчас я тебе в рот на Петре Деров. Отлично. Просто шикарно. Давай пока, чувак. Больно, да? Печалюшечка. Вот и нету ни генерала. Здорово. Здорово. Кто расстроил вас? Далее. Далее. Кайзер будет гордиться моей победой. У них Кайзер будет гордиться. Кайзер будет сокрушить. Ваше Величество. Кого бы не бастать здесь, ба? Не-не-не-не. О, не-не-не. Стопка. 8, 6. Да? Отлично. еще можно так сделать еще феноменально вот так укажите врага и все конечно же покраснело у нас налоги так низки я вызываю сна я этих уродов наверное не выбью а надо надо выбивать у них наемные арбалетчики пилигримы да только значит арбалетчики один наемный у меня приходил канта есть преимущество небольшое есть на отряд по боли у меня блин здесь в основном то конец а они ставят вороны буду стоять рыцарь и наемники еще этот тварюшка кого мне сокрушить не гибелушка блин что джулия завоеватель че делать то будем либо в город возвращаться либо-либо это невозможно и куда мы нанесем чтобы да мы застряли ребята сейчас нам тогда загружусь поскольку это совсем идиотизм это сделаю по-другому это просто из города уходить не буду еще чтобы хотя бы бунта не было как зовут вашу проблему вторную биллу убивать надо да все что пожелает а теперь у тебя хрен получится да миша подстроить несчастный случай какая жестокая игра убийца ждет кого мне уничтожить или что а ну да теперь убить конечно же нельзя не там же целых 22 процента шанса что он выживет и уже дважды они сыграли нормально я обожаю что мне стоило сохраниться как зовут вашу проблему ничего же не сможет вы хоть смотреть как он свой змеюк что будет запускать с постель это твою-то за ногу три раза подряд мимо отлично буду всю серию загружаться там хорошо давайте почему нет ты это же так интересно смотреть загрузку за ураской картинкой которыми хрена ничего не понятно убийца ждет кого мне уничтожить спрашивается как мы вообще убили снова каменюка давай повторному каменюк нахребет и твою-то за ногу убить сразу или помучить а я сохранился да нахер одним словом одним словом именно туда приказывается жопу тут мелом просрём так простым делов то вас городом больше города меньше вообще что прикажете изи мы вернемся с победой сам ты компьютер сперва играть научись и потом буш управления брать мы победим во имя господа на битву ой какой же батхёрт а это писец просто зато войска в городе остались нормально на отлично и конечно же карта самая дурацкая из возможного остается нормально так должно было бы быть лично все что нам нужно дождаться подхода подкрепления наш вот этих двух чубриков потом их просто будем киндерить во все щели отриот марш сюда вылетай а ты с этого фланга сразу вылетай отлично нам и как приманка здесь постоим подождем твою за ногу убегают твари а не волнуй кей давай давай я не против я даже за за так вот тогда тоже не стоите тоже примем участие в нагибунге нагибунге то где там раньше будет столкновение произойдет здесь да есть и нет у них одного отряда что у нас тут а здесь конечно похоже похоже здесь одним блин а рыцарем чертовым ходим здесь вошли в копейщиков нету копейщиков кончились на кир ходе лично здесь тоже отходим здесь отошли возвращаясь от на пехотку сдадим жару вы готовы пошли на тяжелую пехоту твою мать учете там какие проблемы то гондурас тупой пошел сюда ты вдогонку пошел так здесь отходим гондурас есть по полной воду чтобы вы знали как великую могучую пилу нападать и кто там есть еще кто живой и целых 37 моль летим вы конечно эти остатки ну-ка чарджиком чарджиком их нормально тяжело их бить это чертову чертовых рыцарей враг потерял половину бойцов уже половину хорошо так здесь по им засели 31 газ ничего никуда вы от меня не денетесь вы любитесь и женитесь гады помощь билбе год а вот давай-ка ему во фланг зайдем вот этому новому отряду посмотрим как получится здесь 13 осталось надо еще разок отойти прочерчить есть есть в боковин улыбнулась нам мы должны закрепить успех через девять отходим ибо нефиг тоже отходите отлично четверо осталось все шикарно вот вам и рыцарь конница в этом моде она ролит и что копейщики что рыцари ваще по барабану знаю убивая нагибает гоняй надо еще бы экономику подправить его до человеческих понятий такую идиотизма не было вообще нам чудесный мод вражеский полководец убит отбили мы флоренцию хвала господу враги бегут как трусливые псы победа прозвучить все шикарно разбит ни одна тварь не ушла ни одна 15 процентов потеряли но это ерунда потеряли только наши генерала они быстро восстановились 440 убили героическая победа вот такие вот у нас друзья героические победы это конечно меня радует но то что я сотворил с убийцы это конечно жестоко убили сразу потом три раза загружались ни разу не смогли повторить успех и в конце концов я заферила и вместо загрузка лежал на я победа сохранится супер сокровища закрывающего вражеского генерала биндела катания кто рад служить не ты до при каждом минус 24 отделяемся от армии и и чё на биндела на ход надо стоять биндела получил еще ветерана повышение нормально вашего просто теперь другое а милорд до счет делать выступаем немедленно и да кого мне сокрушить сокрушить свою задницу дебил то есть если вот не было вот этого непонятного минус не поймем за что все было бы вообще шикарно в плюсе блин то есть есть я ничего не сделаем здесь это же нихрена не сделал но они конны если к нему на протяжении этого расхода пехота не подойдет согласен то милан я удержу чё с ним не случится здесь наверное соберу какую-то подобие армии пойду на баллонию здесь пока непонятно что мне нужно чтобы они с моста ушли здесь тоже непонятно что вам нужны пленные так насколько там идет уже наш еще 27 минут только можно еще ходить сделать посмотрим хотя бы что из этого всего по нас выйдет да друзья вот как-то так у нас мы же не можем там ходить нашим еще нет жду приказа отлично лично лично от я вот и мавры ты мавры убили от него каких-то мятежников и специально туда конный отряд послал легкие чтобы посмотреть что там да как о как тут целый стек и он пошел куда-то наверх объединились с лионом я так понимаю не там сейчас пендерить будут вы стороны они освободили меня не целый стек который у меня власти застрял даже сказать сложно хорошо ли ты или плохо у них теперь они объединились них полный стек денег денег минус 34 нормально это нормально сейчас французы еще нападут будет очень смешно и напали шотландцы да поедем все таки была ошибка у меня что я отвалился от католичества думаю если мы остались бы в лоне церкви конечно развитие наше было бы хреновое пришлось бы воевать только с одними маврами с геной вообще-то барона как-то воевать непонятно как так в лето господня на 1200 от мудрецов востока пришла к нам новая дьявольщина чтобы вовлечь высокомерных умников в пустые разговоры папируса исписана видимо лапами муравьев представлен нам как алгебра под редакцией леонардо пизанского да мы пизанцы такие есть они белонки и ребят кому интересно на паузе с этим не не белонга не белонгами кому интересно новое задание смерть этого злодея пошла бы нам на пользу смерть у всех этих злодеев пошла бы нам на пользу про дэзи бунт смерть благородного человека бильтрама дельфра супер прямо сейчас именно сейчас очень вовремя мы с вами решились баллоне в том плане что подошло два стека сицилийцев а захватывать нечего перед ними бугага немцы да конечно смешно дали лорд высаживаемся друзья высадимся здесь конец кого мне сокрушить рабочий нет враг до начинаем осаду начинаем осаду они у крепости косенца 26000 у нас и у нас по-моему уменьшение денег замедлилась был 24 стал 26 не знаю непонятно пока непонятно мне ничего ничего мне непонятно попробуем потопить данный флот сицилийский поднять якорь если она нас убьют будет конечно жестоко атакуем противника на кофе героическая победа друзья потопили нахрен ну и свой один корабль потеряли жду приказаний ай молодца собственно жду приказаний сиди прокладываю курс мертв здесь осадили здесь все хорошо здесь мы еще сделать не можем она нам 1000 пришло это понимает от этого чуда в перьях разложить вот теперь сажаем сюда вот это чудо у него 2000 несет есть лично куда меня его на войску знать армией я покорю весь мир ну и не знаю как как сейчас пойти на баллоне и значит за месяц сельскими с такими сражаться а нам она моя есть приказываете объединяем войска да мы получили некое подобие полустыком знаю через это всего выйдет у нас убийца убийца давай повторять убийство чё нам не удалось в прошлый раз я добьюсь справедливости от этой игры и так с деньгами кидают они еще меня и с убийством прокатили с первого раза оп готова ну 78 процентов блин лишь понимаю что там 22 процента неудач есть но когда эти 22 процента играют четыре раза подряд надо же идиотизм строил вас имя жертвы после 5 наконец-то то и дюжу лично убили теперь побежали в названку за следующему конечно мило за начали здесь далее приказ армия против суда брать и натряд надеюсь вы умрете до 4 отряда сес мы одобрали мы хват не конечно нападаем ни один враг не уйдет живым атаку ни один враг не уйдет и по любому от этих гарантирован что ни один враг будем друзья спротивляться до последних так не самая лучшая прямо скажем карта из тех что могла бы быть конец здесь работа не с никами лифо прям ну и хрен бы с ней все как обычно враги привели подкрепление они к примеру задавить нас числом прияпи пляпи 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 плюпи 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 день там прибыли не вижу ку деньги подполз тоже щеневаку по бюбли пехотка идет пускай идет конница бежит не хай бежит сейчас убьем вот эту супостатов с их дрынами пошел чардж хвала господу враг потерял половину бойцов враги бегут с поля боя покажем этим трусливым смердом вот и нет курта пятеро смогу убежать ничего страшного там ну и заходим естественно в тылу лучники работают все хорошо можно сделать даже вот так теперь и уп а вот теперь и уп а вот здесь вот так уп что там кто-то на нас побежал реально эти тимичники дурацкие вот влетела наши конец а ну а то ли неудачно влетел то ли еще что-то как там не чувствуется здесь были деревом помешал вообще ладно здесь тоже отходим говорить о победе еще рано тем более пока наши воины одерживают верх наши ребята еще работают лукари тихо и работают там у нас даже кто-то добежал давай сюда и ударим собственно воздавать сюда немножко отведем там теряем теряем 45 до не самый удачный черт конечно их полководец бежал как последний трус вперед победа близко почему как у меня есть трус трусишка зайчик серенький так ребята вас хорош хвала господу мы враг потерял половину бойцов там пара рам пара рам пара рам небо восстановить мои бы стеки отремонтировать хвала же садом враги бегут как трусливые псы она победа близко немножко подразвиться вы получить пару пару лет отдыха передышки берем передышки я бы нахрен бы раскатал всех этих немцев в мауру похрен на вру метить им замок а так конечно бесполезно бесполезно даже пробовать посопротивляюсь побегу еще на этом сказке конец как только войска в армию не закончится они уже по идее закончились потому что этими силами я еще могу с помощью конницы такие сражения выигрывать за какой-то замок вот еще раз штурману и все кайф ну давайте что ли уже еще где-то кто-то бегут слышали кто-то пытается ускользнуть унести свой скальп вот и убивая его этой победой восхититься весь христианский мир как-то так 14 человек потеряли 350 убили нормально так жить можно ну тоже хорошо почему теперь там дальше делать даже пойти лент почти пустой мы порвали на начальство куда мы нанесем удар а просто другом куда пойдет наш спор разрешит только сталь мечей попробовать на почему нет все понятно да сгинет раньше ослаждаем или поздно врагу придется сдаться когда же на них мы пойдем кто расстроен посмотрим как она все это будет но это мы смотрите уже друзья будем следующий серик на вон там мавры зимни лаваде лузу неверный я думаю нахрен пыль подслить и султана вместе с перпиньяном и барселона вместе 3000 нам дают так конечно если здание всех трех городов уничтожить мне конечно может даже в плюс выйдет получится выйти но с учетом того как не дают по минусе 600 он какого-то так сократить только линию фронта и остановиться на марселе у меня снова здесь дырных дофига что марсель что асти что милан разница укажите вы нас очень друзья дни вопроса и деться никаких ответов мы буду дома думать смотреть как лучше а на этом на сегодня я закончу спасибо что смотрели надеюсь вам понравились мои похождения в республике пизы если так ставьте лайк если не так ставьте дизлайк коментите ну и конечно же подписывайтесь на на всем хорошо и удачи